Программа «Расширяя горизонты» проводит бесплатные курсы для улучшения компьютерной грамотности населения. Их прошли уже более 80 тысяч жителей области. С какими результатами мы вступаем в новый информационный год, обсудим с гостем программы директором Департамента информатизации Тюменской области Александром Албычевым. Александр Сергеевич, доброе утро. Обучение прошло большое количество людей. Программа продолжится в следующем году? Учитывая востребованность и популярность данной программы, губернаторам области принято решение продлить ее на 2014 год. Ну вот если я, например, хочу отправить на курсы маму, куда идти, кому обратиться, какие документы готовить для этого? Все очень просто. Вы набираете номер 520050, и оператор контакт-центра записывает вас на курсы. Либо вы можете записаться через электронный сервис на сайте портала правительства области. То есть уже на первом этапе записи человеку приходится столкнуться с интернетом? Ну, как-то так. Получается, там же курс делится на три этапа. Есть начальный курс, когда человек совсем не владеет знаниями и навыками. Есть курсы продвинутые. И вот продвинутые пользователи, они могут уже записываться через портал. И есть система электронного обучения, через которую можно дистанционно из дома проходить обучение. А если ты только начинаешь, то, пожалуйста, телефон 520050. Ну вот смотрите, любая программа обучения, в любую программу вносятся коррективы с учетом опыта. Какая программа будет на будущий год? Программа все больше и больше идет в программе упор на онлайн-сервисы. То есть мы даем определенный старт для того, чтобы человек понял, что такое мышка, что такое клавиатура, как работает вообще компьютер, даем навыки по безопасности компьютерной, безопасность для детей и вообще безопасность компьютерной. И все остальное делаем упор на электронные сервисы в интернете. То есть госуслуги и различные другие сервисы, которые полезны для человека. Ну вот смотрите, человек пользуется порталом госуслуги. Вообще прошедшее обучение активно пользуется им? Знаете, учитывая то, что на сегодня Тюмень по осенним рейтингам заняло второе место Тюменской области, это 144 тысячи пользователей, зарегистрированных на портале, это в Российской Федерации на втором месте. Это сравнивается с уровнем, общим количеством населения в регионе. Естественно, эта программа однозначно повлияла на то, что мы занимаем такие лидирующие позиции. Потому что каждый обучившийся проходит регистрацию в личном кабинете и пробует получить госуслуги. А кто впереди нас? Москва. А есть в перспективе перекрыть Москву и регион? В процентном соотношении, если так же активно продолжать, конечно, можно. С точки зрения, если в натуральных показателях, конечно. Естественно. А какими услугами вообще можно пользоваться через портал госуслуги на данный момент? На данный момент порядка 160 услуг доступно на портале. Из них есть, скажем так, пару десятков самых популярных. Ну, самые популярные уже были названы. Это загранпаспорт, это замена водительского удостоверения, Это различные платежи, пошлины, налоги, там, в пенсионный фонд налоговую. Это социальные услуги различные, региональные. Это запись на прием к врачу. И, наверное, вот это вот самые такие популярные запись в детский сад. А никаких проблем не возникает при взаимодействии с другими службами? Ну, всегда этот проект непростой. Почему? Потому что очень много межвенственного взаимодействия. Ну, мы решаем эти вопросы в рабочем порядке, и как-то получается. То есть, в целом все ровно и... С каждым днем все легче и легче, потому что и нормативная практика улучшается и совершенствуется, и законодательство подтягивается, и люди становятся все более открыты к этому проекту, и более внимательно относятся к этому проекту. То есть, если три года назад, четыре года назад это было совсем сложно, то сейчас об этом знают все, это на устах у каждого, и нам намного легче внедрять и развивать данное направление. А каждый день появляются новые функции, новые возможности. Какие-то перспективы в будущем, в ближайшем, какие функции добавите? В ближайшей перспективе первое направление очень важное, и это все мировые тренды сейчас говорят о том, что интернет уходит в мобильные устройства, мобильные, это айпады, телефоны, коммуникаторы. Соответственно, учитывая то, что у нас выстроена сеть Human Free, да, и мы даем еще, кроме просто того, что есть мобильные устройства, даем еще возможность выхода в интернет, бесплатно для граждан, мы делаем ставку на мобильную платформу, и, соответственно, будем развивать мобильные сервисы, чтобы можно было устанавливать себе на iOS и Android платформы, ну и на Windows в том числе, различные приложения, и с помощью этих приложений получать и государственные муниципальные услуги, и различные сервисы. А это как раз был следующий вопрос, а когда ждать-то нам таких приложений? Я так понимаю, разработки ведутся уже сейчас? Разработки ведутся уже сейчас, первое приложение в конце первого квартала, в начале второго квартала появится. То есть где-то весной? Да, экспериментируем. Первый проект у нас это запись на прямом к врачу, вот это мобильное приложение. Так как услуга очень популярная, и поколь у нас ее растет, мы хотим в первую очередь попробовать на эту услугу. Этим занимаются тюменские специалисты? Да, тюменские разработчики, тюменские специалисты. А какие вообще проекты вы еще собираетесь добавить в ближайшем будущем? Вот мы только что сказали, есть бесплатная Wi-Fi-сеть по городу, есть портал госуслуги, который все больше и больше набирает обороты. А что дальше? Какая дальше ступень информационного? Еще одно направление, которое в следующем году будет активно развиваться, это система оплаты за услуги. То есть будем совершенствовать и качественно поднимать уровень услуг с точки зрения возможности оплаты их через интернет, чтобы не ходить в банк, не оплачивать, а можно было через личный кабинет оплатить госпошлину за услугу. И там оплата в детский сад, оплата в школу. Соответственно, вот эти вот услуги, вот эти сервисы мы планируем поднять в следующем году. Александр Сергеевич, к нам присоединился телезритель. Доброе утро. Алло. Доброе утро, Александр Сергеевич. Я Нинагониловна в Тюмени. Доброе утро. Меня интересует такой вопрос. У меня сестренка живет в Боровом. Мы вас слышим. Это очень продвинутое, но никак не может попасть на курсы. Будут курсы в этом году в Боровом или не будут? В этом году уже осталось две недели. Скорее всего, они успеют. А вообще надо заявку вот на этот контакт-центр, который номер я назвал. Вы подавайте заявку. Сейчас у нас действуют мобильные классы, и там, где нету, соответственно, в населенных пунктах классов, не развернуто, стационарных, там с использованием мобильного класса будет проходить обучение. Нужно, чтобы набралась группа, порядка 20 человек, ну даже нет, 14 человек нужно, чтобы набралось. После чего уже можно говорить о том, что мобильный класс выйдет в вашем направлении. Какие в целом у вас планы на будущий год по программам? Привлекать больше людей, специалистов, расширяться? Основные направления – это развитие, повышение качества оказания услуг, добавление к услугам различных сервисов. Если сейчас можно просто подать заявление, да, то мы хотим сделать так, чтобы человек, не выходя из дома, получал услугу. Это наша основная задача. Это будет касаться, в первую очередь, самых популярных услуг. Также вот развитие платежных систем, мобильных приложений, ну и совершенствование внутренних процессов деятельности органов государственной власти. Это тоже немаловажно, да, межведовственное взаимодействие, его развитие постоянное и, соответственно, совершенствование. Александр Сергеевич, спасибо большое, доброго вам утра, хорошего дня и с наступающим Новым годом. Спасибо.